В группе Типичный Геймер Скорее кликай! Мой юный любитель игровой халявы представляет твоему вниманию очередной выпуск, где я рассказываю тебе о пятёрке лучших, вышедших за последнее время бесплатных лицензионных игр. Игр, имеющих высшие оценки по мнению миллионов игроков в Steam. Поехали! Argo называют аркадным аналогом Arma 3 для людей, кому не хочется тратить денег. Разработчик та же компания, что и произвела Arma 3, но здесь тебе не нужно бегать на огромные расстояния, чтобы уничтожить своего противника. В игре присутствует три соревновательных режима в составе из пяти человек. Ты будешь сражаться за территорию, за точки, ну ещё будешь искать и защищать терминал данных. Графика очень понравилась, так что настоятельно рекомендую к скачиванию прямо сейчас. Ты, конечно, можешь поддержать проект и купить специальный пак в Steam. Тебе станут сразу доступны новые плюшки и игра на премиум серверах. Вот ответь мне только честно, сжёг ли ты муравьёк при помощи лупы? Топтал ли этих маленьких трудоголиков своими ботинками? Да ты просто чудовище! И специально для тебя была сделана игрушка Fomicide. Ты можешь устроить муравьиный геноцид вместе с такими же, как и ты, в мультиплеере. По сути, эта игра знакома нам в Worms, но без пошаговости и с возможностью выбирать класс бойца. А классов здесь, между прочим, восемь, и у каждого есть какие-то свои особенности. Анонсированная разработчиками разрушаемость уровней, к большому сожалению, является лишь условностью. Она здесь минимальная. Играть ты будешь на семи картах, от жаркой пустыни и до снежных гор. Battleborn хорошая моба, с приятной графикой и колоритными персонажами. Бесплатной она стала сравнительно недавно, хотя разработчики называют это всё демо-версией. И геймеры, которые купили её, из зависти сразу же начали активно минусовать рейтинг. Так что я рекомендую не обращать на него внимания. Ну и теперь, я могу назвать два бесплатных аналога овервотча. Battleborn и Paladins. Вообще, Battleborn это кооперативный шутер, где у персонажа есть способности и характеристики. Здесь есть миссии с захватами точек и моба режим. 30 персонажей на выбор. Вот это вот действительно круто. Искусство войны Красные Приливы является одной из лучших бесплатных РТСок. В игре существует три фракции. Ты выбираешь одну из них и идёшь в бой. По геймплею всё довольно просто. Со своим соперником вы становитесь в разных частях карты и начинаете в режиме реального времени друг в друга юнита впускать. Разумеется, комбинируя своих бойцов по способностям, чтобы те эффективно уничтожали юнитов противника. И здесь у тебя уже есть целое поле для размышления. Ты можешь подкопиться и купить мощную армаду. Или давить противника планомерно. Такими средненькими юнитами. В игре довольно симпатичная графика и эффекты. Да и сами персонажи довольно живенько выглядят. Land to Flight 3 очень весёлая игруля. Здесь мы с тобой будем запускать пингвинов в небо, чтобы достичь космоса. Ты вот не знал, а оказывается это и есть пингвинья мечта. Цель игры добраться как можно выше, используя хитроумные механизмы. То есть ты будешь моделировать и думать. Вот знаешь, не так просто создать устройство, которое сможет достичь звёзд. В группе Типичный геймер мы публикуем информацию о всех бесплатных раздачах игр Steam. Зачем платить за игры, когда можно получать лицензионные ключи совершенно бесплатно? В группе также проводятся промо-акции по раздаче ключей и предметов. Подписывайся на группу ГУСТ-ТВ. Увеличивай свою коллекцию лучших игр. Ссылочка лежит в описании к этому ролику. Скорее кликай! Субтитры сделал DimaTorzok